Друзья мои, всем привет! Буквально несколько минут назад закончился мой сеанс связи с моим израильским профессором, который сказал, что ему очень не нравится моя отечность, которая может говорить о том, что моя опухоль растет. Ну, собственно, я это и сам чувствую. Самое прикольное, что мы с профессором думаем одинаково. Мне эта опухоль и эта отечность тоже не нравится. Не знаю почему, не нравится. Что это значит? Это значит, что, конечно, он еще посмотрит, сравнить динамику сентября, июня, всех моих МРТ. Но, в принципе, уже сейчас мне дали однозначно понять, что хорошо бы мне уже приехать на полтора месяца в Израиль и нормально оттянуться на химиотерапию и облучение. Все это будет стоить, конечно, денег, которых, о-ля-ля, у меня нет. То есть мы сейчас, конечно, работаем, делаем фильмы, но все эти фильмы закончатся только к апрелю месяцу. Ну, к апрелю месяцу я уж точно все равно никуда не двинусь и буду работать, издавать фильмы, поскольку это очень важная вещь. Первый фильм наш в новом году выйдет уже 7 января про Томас. А 6 я очень надеюсь, что я буду присутствовать при этом реально историческом событии, и мы еще успеем вмонтировать в готовый фильм, собственно, самое начало получения Томаса Украины, украинской церкви. И, ребята, это очень круто в такой момент своей жизни присутствовать на таких исторических событиях. К чему я все говорю? Я, честно говоря, думал, что этот момент долго еще не настанет, и я вообще буду справляться своими силами. Но вот так все складывается, к сожалению, что своих сил уже недостаточно. Да и человека, который бы занимался организацией моего лечения, он мне уже кто-то там написывает, моего лечения, сбора денег, да, близкого человека. Его нет рядом со мной. И приходится все мне делать самому. Поэтому я говорю о том, что я начинаю сбор денег на свое лечение, на химиотерапию и облучение. О-ля-ля. Это стоит, курс стоит 40 тысяч долларов, около того. У меня пока таких денег нет. Я не заработал за свою жизнь. В сопроводиловки к этому видео будут данные реквизиты, там, банка моего счета в привате, в брайфальне. Я понимаю, что моя история рака, я уже говорил об этом, она не самая драматичная, да. Я ни в коей мере не пытаюсь ее драматизировать. О-ля-ля, ребят, спасайте Канфера, связи с журналистики, там, ничего подобного. Я обычный человек с каким-то кругом людей, которые меня знают и, что вдвойне приятно, знают какие-то мои фильмы. Эта история не такая драматичная, даже несмотря на то, что меня предала, изменила мне жена, что я остался один, ну и так далее, и так далее, и так далее, да. Все эти перипетии, которые, в общем-то, уже многие из вас в курсе. Вот надо было это вернуть, черт побери, но не могу я этого не сделать. Потому что, почему? Да, очень просто, потому что после разговора с моим профессором ты остаешься вот в пустой квартире и вдруг понимаешь, как очень громко начинают тикать часы, обычные часы, которые ты никогда не замечал. Они очень громко тикают. Я нормально и философски вообще отношусь к жизни и к смерти. Особенно в последнее время стало об этом понятно много думать. Ну, во-первых, через это пройдут все, так или иначе, когда-либо. Через это, в эту секунду проходят очень многие люди. Молодые, старые, к сожалению, дети, да. Еще не мужик, что ли, что я не могу нормально, достойно умереть, что ли. Легко. Ну, все через это проходят. Это как очередь в зубной кабинет, да. Все знают, что там, ну, зубной кабинет советский. Знают, что там проходит, что это страшно, но ты стоишь в очереди, все равно знаешь, что это случится, и ты туда зайдешь. И ты настраиваешься на то, чтобы не опозориться, не закричать, не заплакать, там. Ну, в детстве помню свои такие ощущения. И понятно, что первый момент после разговора у меня, ну, они мне дались нелегко. Тем более в этот момент, перед тем, как я ждал скайпа, я сортировал фотографии из дня рождения Сашки. Мы на днях отметили пять лет. Я очень хотел, чтобы она запомнила этот день, и не просто запомнила, а чтобы она запомнила, что в этот день, что в этот день мы были вместе, были с ней счастливы. Я, конечно, думаю о том, что при самом худшем раскладе, вообще самое худшее, что меня может ждать, блин, труба. Все-таки раскис. Я буду скучать по своим девчонкам, по своей старшей дочери Наташке, по Сашке, она еще совсем цыпленок, вообще воробей. Мне хочется, чтобы она меня запомнила, и как можно больше событий в ее жизни были связаны со мной. Ее 6 лет, ее 7 лет, ее поход в школу. Ну, как получится. Собственно, это, наверное, самая такая болезненная мысль, которая сейчас меня тревожит. Все остальное, повторюсь, мы все в очереди в кабинет к зубному врачу, и нужно вести себя достойно. Ну, и смерть тоже можно воспринимать, достойно встречать. Нельзя ныть и всклипывать, и бросаться. Что мне делать? Короче говоря, много лирики, много срывов голоса. Блин, все-таки вот не обошло и без этого. Друзья мои, сегодня вообще Рождество, и всех причастных я поздравляю. И буквально через неделю, совсем скоро Новый год. Новый год, подведение итогов и планы на будущее. Я всегда себе писал план на год. Я сейчас их напишу. Я сейчас закончу видео, залью его, опубликую свои реквизиты, возьму штангу и покачаюсь, и побегу еще на дорожке, если получится. Потом у нас завтра замечательные, интересные съемки, интересные люди. Сейчас я буду сливать карты со съемками сегодняшнего дня. Мы сегодня снимали Патриарха Филарета. Ну, короче говоря, жизнь как-то идет, и пока опухоль, ну, она мне мешает, у меня там звенит в ушах, у меня тяжелый затылок, я устаю быстро. Но, с другой стороны, я же могу сейчас что-то делать. Я это делаю. Что могу, я делаю. На максимуме того, что я могу, делаю. Завтра, может быть, эти возможности будут меньше. Я не знаю. Может, облучение поможет. Я еще какое-то время поживу. Не знаю. Я не призываю нести деньги к консеру. Я говорю о том, что, ребята, я оказался в таком положении. У меня никого нет. Нет. Мне хочется побольше быть в жизни моих детей. Я, как бы, ну, уважительная причина, да, почему я хочу остаться в этой жизни. Я хочу закончить свой главный фильм на три буквы, в котором уже через столько мыслей, что я раздираюсь и думаю, как же это все вместить. Короче, паники никакой нет. Я это все ожидал. Я это все понимаю, потому что я чувствую свое состояние. Идем дальше. Не нужно свою жизнь тратить на людей, которые тебя предают. Не нужно пытаться кричать «Сос», «Помоги», «Мне плохо», «Пожалей». Хорошо, что они уходят из нашей жизни. Потому что... Потому что... Потому что и Сашка. Короче, все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok